Предыстория к этой истории коротка, как летняя ночь. Пока коронавирус затаился перед очередным наступлением, мы с друзьями выбрались из окопов и двигаемся от Луцка в направлении Мукачево, пытаясь сквозь завесок позднее августовского дождя, очароваться окружающим пейзажем. Первая достопримечательность на пути, известная как замок Шонборнов, построен в лихие 90-е, но предыдущего века. Заказчик замка граф Шонборн был, похоже, тоже с выдумкой и воображением, потому что дом имеет 12 входов, 52 комнаты и 365 окон. От Шонборна до Мукачева рукой подать хоть в солнечный день, хоть как сегодня. Первое, что всецело занимает внимание при приближении, это замок, торчащий в центре и видно это всюду. По знаменованию многих мук, которые претерпевали строители замка, расположенного на возвышении вулканического происхождения высотой 68 метров над абсолютно плоским городом. Есть предание, что город был завоеван венграми аж в 896 году, то есть более тысячи лет назад. Начало строительства замка относится к тому же времени, довольно неспокойному, потому что дикие кочевники с востока или условно цивилизованные рыцари с запада не подписывали бумаг, признающих суверенитет привлекательных для них территорий и не гнушались покуситься на чужую собственность. В этих условиях вполне естественным было, что это естественное возвышение, как дыня, торчащая из земли, являлось идеальным для устройства оборонного объекта, неприступность которого обескураживало и половцев, и других монголо-татар во главе с Батыем. Устояв перед кочевниками, замок сдался на два века угорским, то есть венгерским династиям, до тех пор, пока не был обменен на земли подольского князя Фёдора Кориатовича. Новый владелец приложил немало усилий, расширив и укрепив замок, добавив новый нижний жилой ярус, ров, новые башни и городские ворота. Он теперь стоит на центральной площади в виде памятника, который посадить, как известно, нельзя. И туристы, по сложившемуся ритуалу, гладят его указующий перст, приобретший от этого глянец, слепящий в солнечный день. К сегодняшнему дню замок имеет три уровня, из которых самый нижний, самый новый. В его внутренностях проложены многочисленные подземные переходы, а во-друге, верхнего замка до сих пор сохранился колодец, построенный при Кориатовиче. Глубина его 75 метров, то есть дно находится ниже уровня окружающей холм местности. Каким образом в горной породе можно было пробурить шахту диаметром в 2,5 метра, «Моему техническому воображению недоступно, но известно, что вода из него поднималась вплоть до 1897 года». Одним из ярчайших впечатлений от замка оказалась произведенная занимательным рассказом незаурядного гида, развлекавшего притихшую группу забавными фактами и прибаутками, контрастирующими с обстановкой комнаты пыток. Замок заслужил славу своей стойкостью в отражении нападений и осад, случившихся в разные последующие эпохи, а во времена наполеоновского нашествия в нем хранилась корона Венгерской империи. В середине XIX века, в более плотоядные в смысле иностранной интервенции времена, замки устроили тюрьму, из которой за всю историю, как и знаменитого Алькатраса в Сан-Франциско, никто не смог убежать. Зато многие европейские диссиденты и нежелательные элементы провели здесь многие годы в кандалах. Тогда замок называли Венгерской бастилией. К концу XIX века тюрягу прикрыли, изведя всех несогласных, и замок начал приходить в упадок. Между двух мировых войн эта территория попала в состав Чехословацкой республики, став гарнизоном, личный состав которого сменился венграми, вторгшимися вслед за гитлеровской армией. Вскоре на холме появились новые победители, не придумавшие поначалу ничего лучше, как отдать замок нерадивым ПТУшникам. Но позже, спохватившись, опомнились, и вот уже 70 лет в замке прописался исторический музей. Замок повсеместно известен под именем Паланок, происходящему от итальянского и означает чистокол, укрепление и укрепленное поселение. Так что это имя нарицательное и широко использовалось в Сербии, Венгрии, Болгарии, Польше и Украине. Часть города у подножия замка к древности имеет лишь условное отношение по понятным причинам. Населяет город около 80 тысяч жителей, три четверти из которых считают себя украинцами и используют государственный язык в быту. Русские, венгры, немцы, цыгане, белорусы и словаки несколько разбавляют государство, образующую нацию. Такая смесь вполне естественна для приграничного города, находящегося в десятках километров от Венгрии и Словакии. Начавшийся дождь сулил удачу по дороге к следующему пункту назначения. Субтитры создавал DimaTorzok